Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Поговорим об этой африканской странице в истории российского колониализма. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Многие колонии, многие метрополии, простите, проходили в своей истории через африканский континент. Как правило, это всё закончилось в 20 веке. Почему же сейчас Россия так возбуждена во всём, что касается африканского вопроса, африканского континента? Потому что Африка – это один из самых быстрорастущих рынков в мире. Это регион, в котором население растёт, а, соответственно, через десятилетия мы увидим значительный там рост экономики. Во-вторых, это регион с дешёвым сырьём, с дешёвыми ресурсами. Регион, в котором возможно проводить очень выгодный для себя обмен. То есть в Африке очень часто не хватает чего-то самого простого, услуг каких-то элементарных специалистов. И в обмен на это регион действительно богат природными богатствами, потому что его реальная колонизация началась довольно поздно по сравнению с Америкой и т.д. И реально разведать всё, что там скрывается, до конца таки не удалось. Поэтому, да, это регион, в котором, скажем так, и экономические, и политические эффекты возникают вследствие того, что в какой-то мере очень выгодно там присутствовать. Кроме того, для Российской Федерации остаётся важной проблемой поиска того рынка, на котором можно зарабатывать. Потому что в России, как мы понимаем, сейчас с рыночной экономикой всё не очень хорошо. И определённые пределы роста достигнуты даже у многих азиатских стран. Поэтому вот Африка — это, скажем так, точка, к которой будет в целом стремиться всё человечество, у которого есть ресурсы хотя бы как-то там присутствовать. И, соответственно, если присутствовать, то понятно, что там придётся как раз-таки за интересы бороться физически. Украине тоже придётся побороться за эти интересы. Какие есть возможности у нашей страны, Украине? Ну, во-первых, мы понимаем, что после войны в Украине будет огромное количество военных специалистов, которые могут тоже быть отправлены в Африку, да, как инструктора военных, как представители каких-либо военных миссий. Потому что как раз-таки на эти факторы в Африке существует огромный запрос. Да, мы не так давно слышали даже про операции украинской разведки в Тудане, насколько помню, и в Мали. То есть мы сейчас, как я вижу, формируем для себя окно на следующее десятилетие. Это не быстрое явление, но для входа, для входа украинских интересов в Африку. Там, где появляются украинские посольства, впоследствии должны появиться представительства украинских компаний. Это второй важный этап. А за украинскими компаниями, конечно же, и украинские различные силовые корпорации. То есть закон о легализации ЧВК в свое время был в Украине, тоже очень широко обсуждаем. То есть Украина должна создать такой полноценный, качественный трехсторонний формацию присутствия. То есть с одной стороны это политическое присутствие, это дипломатическое. С второй стороны это экономическое, это корпорации, это взаимовыгодное сотрудничество. И с третьей стороны это силовое, то есть возможность обмениваться опытом, создание контактов среди африканских военных, военно-промышленного комплекса. Судан имеет, например, огромную ценность на мировом рынке оружия. Хотя нам часто, да, понятно, что Судан это страна со своими внутренними проблемами. Однако это колоссальный такой хаб, в котором проходят миллионы единиц оружия. Поэтому Россия там собирается присутствовать, и Украина должна там присутствовать. И различные другие государства, не исключая США, Францию, Британию, Китай. Ярослав, а вот как в этих стремлениях России, какое место занимает желание утереть нос Европе? Вот если конкретно говорить о бывших французских колониях, там нарратив такой, вот французы ничего не сделали после падения колоний, да, в постколониальный период. Все, условно говоря, пошло не так, как планировалось, и теперь Россия принесет порядок, гармонию и деньги. Вот это, насколько вот это желание руководит россиянами, показать, что, а вот у вас не получилось, у нас получится. Ну, это, скажем так, повод, а не причина. То есть все-таки это идеологема. То, что мы говорим, это идеологема. Идеологема никогда не будет такой вот прямо рациональной, значимой, как бы почвой к большому действию какому-то, которая стоит огромное количество ресурсов. Просто проблема существует в том, что если Россия настолько жестко ушла в глобальную конфронтацию с миром, то, соответственно, ну, западной в первую очередь, то, соответственно, она где-то должна получать ресурсы и дополнительные возможности медиаторам которых она потом будет выступать от своего имени. Если рынки Европы, США, Канады, западного мира в целом для России закрываются, то Россия должна искать рынки там, в Африке. И она это делает. То есть это желание в какой-то мере спасти свою экономику. Потому что проблема современной экономики даже не столько в том, как производить, да, а куда продавать, да, чтобы это было выгодно. Потому что добиться для себя каких-то льготных условий по сбыту в нашем мире, это требует огромных политических усилий в том числе. Кроме всего прочего, да, если мы думаем, что Россия сможет привнести в Африку какой-то другой порядок, да, решений, да, порядок государственного устройства, то, конечно же, это невозможно. Потому что даже на концептуальном уровне, когда Запад осуществлял какие-то колонизационные действия, то мы понимали, что вот есть французские, немецкие, там, американские, британские стили государственного управления, которые глубоко прописаны на высоком уровне, которые понимаются, которые можно как инструкцию экспортировать в другую страну, да, и пробовать там формировать порядки на основании этих инструкций. У России нет такого четкого управленческого стиля и нет своей какой-то особенной управленческой школы. Просто есть какой-то такой сгусток различных российских управленческих традиций, которые вне России практически невозможно экспортировать. Вот как нам показала попытка расширения России, да, на бывшее все постсоветское пространство и попытка экспансии ее управления, попытка экспансии подходов. Это провально даже в отношении государств, которые находились долгое время с Россией в одних геополитических организмах. Поэтому, по сути, Россия может говорить только о каком-то выгодном, во-первых, для себя сотрудничество в плане экономики, и, во-вторых, попытка как-то силовым присутствием отбивать для себя дополнительные преференции. Но по итогу Россия и так заходит туда, где Запад сам ослабляется. То есть Россия не в силах, скажем так, изменять статус-кво, просто она пытается подхватывать какие-то уже существующие тенденции, да, идти в фарватере за Китаем каким-либо образом, то есть туда, где заходит Китай и выбивает Запад, туда, как правило, заходит и Россия. И Россия в этой гонке не первична. То есть Россия не является игроком первого уровня в Африке, как старое государство, да, колонизационное, и как США, и как Китай. То есть вот Россия находится все-таки за ними, и в какой-то мере она просто ищет для себя лазейки в общей ситуации. И возвращаясь к тому, как Украина продолжает развивать отношения с африканскими странами, вот буквально на днях впервые в истории глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Танзании Дженуари Макамбой. Обсудили глобальную продовольственную безопасность, а также идею развития двухстороннего сотрудничества и, конечно же, углубление связи Украины с африканскими странами. Да, и еще также обратим внимание наших зрителей на то, что еще с 90-х годов Украина не развивала отношения с Африкой. А вот уже за менее чем год министр иностранных дел Украины посетил 12 африканских стран. Это Сенегала, Кодивар, Гану, Кению, Марокко, Эфиопия, Мозамбик, Руанду, Нигерию, Экваториальную Гвинею, Либерию и Парм. Как оцениваете успехи за этот год и как быстро, скажем так, еще надо восстанавливать отношения с африканскими странами, учитывая, в принципе, жатость времени и еще и обороняясь Украиной от Российской Федерации, да, у нас очень быстро надо это все делать. Как вы считаете и оцениваете, в принципе, вот такое восстановление отношений? Ну, во-первых, быстро не получится, потому что развитие отношений быстрым не бывает, да, то есть быстро можно только произвести какие-то экономические операции, перечислить кому-то деньги и забрать товар. А вот как раз-таки в плане политики нам нужно долгосрочное качественное присутствие, да, почему Россия, например, смогла так много где проникнуть на африканском континенте по сравнению с Украиной? Потому что она имела гораздо более разветвленную сеть посольств, гораздо большее количество дипломатических сотрудников, да, то есть банально в одном посольстве России работало в несколько раз больше сотрудников, чем в украинском посольстве, и даже чем в некоторых и западных посольствах. Это давало России дополнительные возможности на местах. Кроме того, Россия открывала там представительство Газпрома и других крупных корпораций. То есть у России уже полноценная там сформированная инфраструктура влияния. И вот эти все африканские корпуса, ЧВК, Вагнер, это только последствия. Это надстройка, да, того, что они теперь могут заводить туда и такие подразделения. Украине сейчас необходимо концентрироваться еще на самом первом уровне, то есть на создании инфраструктуры своего присутствия в Африке, да. Почему? У нас очень мало экспертизы по Африке, мало медиа, которые пишут про Африку, и мало тем более в Африке медиа, которые отстаивают точку зрения Украины, как-то ее качественно освещают. Маленькие штаты посольств и сетка посольств пока действительно остается довольно ограниченной, хотя уже заявлено о создании новых дипломатических представительств. Вот пока не будет решен вопрос этого качественного присутствия, выравнивания паритетов, формирования месседжей конкретно под африканский регион. А это все несколько лет минимум, даже при ударных темпах это несколько лет. Поэтому то, что мы, конечно же, не развивали это направление в 90-х, 2000-х, понятно, оно все было продиктовано безденежьем так или иначе, однако это тот фактор, где мы из-за своего безденежья впадали в еще большее безденежье. То есть мы, отказываясь от каких-то долгосрочных перспектив, от возможностей, не изучая эти возможности, просто отсрочивали свое развитие дальше и дальше, вперед во времени. Скажите, Ярослав, кто может России составить, ну не конкуренцию, а такой оппонентом быть в африканских делах из мировых держав? Кто может действительно, ну в каком-то смысле, сдерживать ее от провокации и активных политических диверсий, если не говорить о военных? Ну, во-первых, в разрезе Африки важна уже даже не так политическая конкуренция между странами, как экономическая, а часто осью экономической конкуренции являются частные акторы. То есть какие-то корпорации, да, синдикаты, различные такие довольно крупные транснациональные организмы, которые, например, задействованы в мировом нефтяном рынке, в мировом рынке добычи полезных ископаемых, вот эти вот корпорации, они очень часто и без государств обеспечивают себе инфраструктуру защиты своих интересов, да, и, конечно, Россия, пытаясь заходить в африканское сырье, в добычу, она будет сталкиваться и сталкиваться в первую очередь с интересами этих игроков, да, даже не политических каких-либо, а вот как раз таки корпорации, которые уже и подтягивают свои национальные правительства для того, чтобы защитить свои интересы в этом регионе. Поэтому, конечно, первичная экономическая конкуренция и первично западные, и не только западные, компании, которые будут чувствовать со стороны России то или иное давление и попытку зайти на их территорию. Не скажите, Ярослав, почему-то сейчас вооруженные силы Российской Федерации создают африканский корпус, об этом сообщает «Замосков Таймс». Так вот, набирают новое подразделение для решения военных инфраструктурных и гуманитарных задач, ну, как преподносится, конечно же. То есть уже переходит на другой уровень, не ЧВК «Вагнер», как раньше было, а уже официально заходить, ну, военным, скажем так, корпусом. А это для чего? Это что, скажем так, подстраховка, чтобы с этими, как вы уже обозначили, корпорациями соревноваться? Или все-таки есть риск того, что, вот как мой коллега Сакен говорил о том, что появятся другие страны со своими, естественно, тоже военным корпусом, которые будут там свои интересы отстаивать? Вот как вы считаете, для чего вооруженным силам Российской Федерации, это, естественно, тоже в Z-каналах уже раздувают эту всю историю. И с кого будут формировать это еще, как говорится, посмотрим, но тем не менее. Ответ очень простой. Будут формировать из тех, кто и так был в Африке, в рядах ЧВК «Вагнер» и других структур, не сильно официально обремененных какими-то отношениями с государством России. То есть теми, кто выполнял задачи, но был как бы таким типа частным игроком. Хотя ЧВК «Вагнер» не были в полной мере независимы от правительства России структурой, они все равно использовали вот этот как бы статус, что они не являются государственными служащими. Соответственно, после Вагнеровского марша справедливости, после попытки там мятежа возможного в России, понятно, что российские власти очень озаботились тем, что вот есть люди с оружием, от которых Россия зависит, а они как бы от российского государственного аппарата никак. Соответственно, инфраструктуру присутствия России, в том числе силового, вот таким образом перешивают из частной в государственную. То есть если это африканский корпус, который создается Министерством обороны России, то понятно, что там будут служить военнослужащие. То есть люди в статусе правовом, связанном с государством, и люди, которые будут нести дисциплинарные, прочие взыскания от военного руководства России, а не просто от своих каких-то начальников непонятных, частных. И это просто одно из средств контроля за вагнеровской средой. Вот как проконтролировать бывших вагнеровцев, чтобы они при этом не перестали выполнять функции по продвижению интересов РФ в Африке силовым путем. Вот так сделать их военными, государственными служащими. И не только вагнеровцев, но в первую очередь те, кто были уже в Африке из российских государств. Они будут в таком корпусе. Спасибо, Ярослав. У нас общенациональная минута молчания ровно в 9 утра. Мы сейчас к ней подведем. А вас благодарим за участие в эфире. Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.